Перед началом заседания заместитель генерального прокурора России встретился с журналистами и поделился своей оценкой работы органов прокуратуры Забайкальского края. В целом я хочу сказать, что органы прокуратуры Забайкальского края совместно с правоохранительными органами, с органами власти, контролирующими органами, достаточно серьезно работали на то, чтобы соблюсти интересы общества и государства, для того, чтобы защищались законные интересы и права, свободы граждан и интересы, естественно, государства. Игорь Ткачев отметил, в крае удалось снизить общее состояние преступности. Число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 9%. Особое внимание во время коллеги уделили вопросам наводнения и его последствиям реализации программ ЖКХ подготовки региона к пожароопасному периоду. Во время июльского наводнения краевые чиновники позволили себе высказывания о том, что региональные СМИ нагнетают обстановку вокруг ЧАЭС. Это вызвало недоумение и настороженность со стороны общественности, ведь благодаря сюжетам и информации, которая была опубликована в СМИ, люди узнавали о реальном положении дел. Информация СМИ привлекла и внимание работников прокуратуры. Во время наводнения для обеспечения надлежащего оповещения людей их эвакуации с подтопленных территорий потребовалось вмешаться людям в погонах. Наводнение, в результате которого было затоплено 839 жилых домов, разрушенные и поврежденные объекты инфраструктуры, показало неготовность органов власти к чрезвычайным ситуациям такого характера. Потребовало прокурорского понуждения очевидная нерасторопность по восстановлению поврежденных объектов коммунальной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. Василий Войкин затронул еще одну из острых тем нашего региона – подготовку к пожароопасному периоду. Работники прокуратуры начали работу в этом направлении еще в сентябре 2018-го. Ведь, как показывает опыт прошлых лет, наш регион бессилен и перед этой стихией. Уже сейчас нужно проверить укомплектованность штатов, участвующих в тушении пожаров учреждений, достаточность выделенных средств для организации постов и патрулирования лесного фонда, приобретение ГСМ и запасных частей для пожарной техники. На особом контроле федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Результаты прокурорских проверок выявили недофинансирование, а также ненадлежащий контроль над ее реализацией. Парадоксальным является то, что строящиеся в рамках программы дома еще до заселения признаются аварийными. Несмотря на существенное бюджетное вливание в государственную жилищную политику, Забайкальский край остается одним из аутсайдеров по качеству реализации программы переселения из аварийного жилья. Три вновь построенных по программе многоквартирных дома признаны аварийными. Один из них буквально треснул пополам. Помещения почти в 70 новых домах не соответствовали строительным нормам и правилам, элементарным требованиям безопасности. Сейчас их осталось уже 22. До сих пор ожидают расселения по программе 280 человек.